Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Такому мишке вы вряд ли оторвете лапу, ибо он с легкостью разделает вас на части своими 12-сантиметровыми когтями. Как закуска под медок, тушка неразумного сапиенца будет весьма кстати. Бурый медведь, по-другому медведь обыкновенный. Косолапый хозяин леса, потому что он один из самых крупных наземных хищников. Его угодья не ограничиваются скромным клочком земли от Волги до Енисея. Берите выше. Средняя полоса евразийского континента, вот владение, что ему под стать. Помимо Евразии, символ России в умах всех иностранцев, также успел завоевать и Забугории. В Северной Америке, а точнее в Аляске и Канаде, нашего героя нарекли гризли. Да-да, всем известный американский медведь под вид нашей отечественной версии. Туда он, вероятно, попал около 40 тысяч лет назад из Азии через Берингов перешей и широко расселился в западной части континента от Аляски и до самого севера Мексики. Несмотря на название – бурый. Мишки этого вида крайне разношерстные и рыжие, и коричневые, и черные. Размеры тоже разные. Российские косолапые со своими 600 килограммами веса – пушинки по сравнению с американскими здоровяками. Те весят больше тонны и вымахивают аж до 4 метров. Ну, Ди Каприо более осведомлён о настоящих размерах гризли. Кстати, бурого мишку сделала национальным символом вовсе не Россия, а Финляндия, в чьих лесах он встречается тоже довольно часто. Чем же мишки занимаются днями напролёт? Ответ весьма прозаичны. Жрут, причём много и всё подряд. Если мы пытаемся к новогодним праздникам похудеть, то у Таптыгина цель абсолютно противоположная. У него есть всего полгода, чтобы набрать плюс 200 килограмм к зимней спячке. Несмотря на то, что кажется, что лес находится под вечной тиранией косолапого, Потапыч на три четверти веган. Животинка с удовольствием лакомится ягодами, медом и грибами, хотя при этом он не побрезгует и падалью, если та подвернётся. В случаях, если дела с едой в лесу обстоят совсем плохо, то мишке приходится пошевелить попой. Тут-то и включается режим безбашенного охотника. Медведи перестают скромничать, ибо голод не тётка, и не стесняются отбирать еду у более успешных охотников. Чаще всего под удар косолапого попадают волки, тигры и пумы, добыча которых быстренько экспроприируется мохнатым гигантам. Сезонным объектом питания, лакомством, да и просто развлечением служит рыба во время нереста. Там косолапые пируют от души. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, медведь развивает скорость до 56 км в час. На минуточку, это скорость скаковой лошади, только в нашем случае когтистой, зубастой и, что самое главное, крайне голодной лошади. Кстати, медведь — одно из немногих животных, способных пойти на лося в одиночку. Всем вышеперечисленным медведь занимается до самой осени. Отожрав пузо, наш герой почти готов к спячке. Почему почти? Что ж, как мы знаем, спячка процесс длительный. Сто-двести дней мозг не будет контролировать действия тела. Вы понимаете, к чему это я? Думаю, никто не хотел бы весной проснуться в куче собственных фекалий. Поэтому медведь изобрел специальную штуку, нашел, так сказать, выход из сложной ситуации или, наоборот, вход. Перед спячкой Михалыч ест смолу, которая образует пробку на выходе. И пока медведь спит, чистота берлоги обеспечена. Есть лишь один минус. Как только мишка проснется, придется мучительным способом эту самую пробку из себя выдавливать. Но это уже другая история. Подготовившись по полной, мишка топает в свою квартирку. Берлоги медведей обычно располагаются на сухом месте. В большинстве случаев в ямах, под защитой бурелома или под вывороченными корнями деревьев. Реже медведи выкапывают убежище в земле или занимают пещеры и расщелины скал. У хозяев леса бывают излюбленные места зимовок, куда они собираются год от года. В зависимости от климатических и иных условий медведи находятся в берлогах с октября-ноября до марта-апреля, то есть 5-6 месяцев. Дольше всех живут в берлогах медведицы с медвежатами, меньше всего старые самцы. За период зимовки медведь теряет до 80 кг жира. Вопреки распространенному мнению, спит зимой бурый мишка некрепко. В случае опасности он просыпается и покидает берлогу, отправляясь на поиски новой квартиры или на поиски еды. Если он не успел отожрать жирок осенью, таких медведей называют шатунами. Шатуны очень опасны, голод делает их беспощадными хищниками, они нападают даже на человека. Но хватит страшилок, ведь наступает весна, а это пора любви даже у медведей. В это время самцы — дон жуаны особенно раздражительны. Оно и понятно. Мало того, что недавно пришлось вытаскивать из попы смолу, живот урчит от голода, так ещё и гормоны бьют ключом. Не мудрено, что обозлённые на весь мир, косолапые добиваются лапы и сердце медведицы. Дракой женское тепло получают лишь самые злобные. Самки приносят потомство раз в 2-4 года. Интересно, но развиваться эмбрионами шуток начинают только, когда мамаша уходят в спячку. Это важно, потому что если произойдет сбой и мать родит во время спячки, она попросту раздавит своих малышей. И всё, никаких тебе цветов жизни. Медвежата рождаются в берлоге в январе-феврале, чаще в первой половине января. Медведица приносит 2-3 медвежонка весом полкило и длиной около 20 см, покрытых короткой редкой шерстью, слепых и глухих. К 3 месяцам медвежата имеют полный набор молочных зубов и начинают есть ягоды, зелень и насекомых. В этом возрасте они весят около 15 кг, к 6 месяцам 25 кг. Как только мать проснулась и родила медвежат, к миссии «Отожраться за лето» прибавляются еще два дополнительных квеста. Первый — воспитать бестолковую молодежь. Второй — эту самую молодежь охранять от самцов, включая отцов семейства. Потому что мужичок может пойти с кулаками как на мать, так и на детей. Помогает матери с воспитанием потомство пестун. Это не ругательное слово, это подросший прошлогодний ребенок. Лишь спустя три года мать отпускает детишек в свободное плавание. И если молодняк за это время никто не сожрал, медвежата с большой вероятностью наплодят своих медвежат и проживут свои заслуженные сорок, а в неволе пятьдесят лет. В спокойствии за свою гигантскую тушку бурый медведь внесен в красную книгу. И как Вы думаете, почему? Опять из-за обезьяноподобных, особенно азиатского происхождения, которые используют шкуру для ковров, мяса в пищу, а желчный пузырь в традиционной азиатской медицине. Жир медведя также обладает лечебными свойствами. А какой вид мишек больше нравится Вам? Пишите в комментах. Кстати, прошу Вас написать о каком из животных Вы хотели бы увидеть в следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. С Вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Мы будем очень благодарны Вам за посильную материальную поддержку для развития канала. Ссылка в описании. До скорых встреч!